СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Я произнесу фразу, быть может, меня сочтут сразу наши слушатели сумасшедшим, но я все-таки ее произнесу. С Новым Годом, друзья! Да, с наступающим, с наступающим. С Новым Годом. С Новым Годом, с новым счастьем. Я напоминаю, что у нас программа межнациональная, у нас представители всевозможных вероисповеданий и национальностей могут быть здесь в студии. А почему Новый Год? Потому что Новый Год свершится уже в воскресенье. Подожди, подожди, ну что же ты сразу? Давайте сначала поприветствуем гостей наших. Хорошо. И сразу станет понятно, у кого Новый Год. Да, потому что люди, наверное, задумались, что у нас декабрь еще впереди, снега еще нету. А уже, значит... Ну что? Да, у нас в студии Алла Новикова, руководитель еврейской общины города Кирова. Алла, добрый день. Здравствуйте. Андрей Владимирович Брезгин. Здравствуйте. Магистра религиоведения, преподаватель Торы. Вот как уточнила Алла, преподает Тору Андрея Владимировича именно в нашей общине. Ну и что, еврейский Новый Год-то у нас? Еврейский Новый Год. Да. Еврейский Новый Год. Принято поздравлять вот так? Поздравлять? Поздравляем. Поздравляем. Шана Тава. Шана Тава. С Новым Годом. Итак, ну, вы вот произнесите правильно. Еще раз. Шана Тава. Шана Тава. Шана Тава Умитука. О, вот так вот. А что такое Умитука еще? Подожди, аплодисменты. У вас нет аплодисментов? Аплодисментов? А или эти хлопушки? Да, или там хлопушки какие-нибудь. Нет, хлопушки, салюты это напорим. Еще раз. Шана Тава. Умитука. Умитука. И после этого музыка должна играть. Нет, просто все друг друга поздравляют, радуются, обнимаются. Обнимаются, рукопожатия какие-то. Рукопожатия, все как у всех. То есть, а сегодня, то есть это делать надо в воскресенье, да? Это мы будем делать в воскресенье. Шана Тава Умитука. Умитука. Сладкого Нового Года. Ага, сладкого Нового. Это Умитука? Ну, тут вся фраза переводится. Шана Тава Умитука. Сладкого Нового Года. Итак, всем наступающего сладкого Нового Года. Еврейского Нового Года. Мы уже, кстати, упоминали о нем. У нас была предновогодняя передача 31 декабря. У кого когда Новый Год наступает. Давайте название. Название Еврейского Нового Года. Андрей. Роша Шана. Алла раньше говорила, что есть какие-то еще интерпретации. В зависимости от места проживания. Рош Хашана, Рош Гашана, Рош Ашана. Это только произношение. И ударение касается. Что это значит? Это Роша, это глава. Ага, это определенный артикль, как в английском the. И Шана год. То есть Голова Года. Голова Года, начало года. Первый день года, да, еще? Ну, глава. Глава Года. Начаток. Что это значит? Почему Новый Год? Да, почему Новый Год? То есть это значит, что начинается какое-то новое время, новый этап жизни, характеризующиеся какими-то конкретными признаками, определенные вот с разными своим характером событиями. Ну, это, скорее, это духовное внутреннее какое-то понятие, да? А почему Новый Год? Осенью. Мне так хочется сказать, опять, как у евреев. Почему? Нет, нет, нет. У нормальных людей весной там. Изначально как раз еврейский Новый Год – это месяц Авиф, это март. Это то, что написано в Таре. А потом уже во время Вавилонского пленения там принимается влияние этих семитских народов. И у семитских народов, у семитских племен в это время за празднование берется, как правило, сбор второго урожая, позднего урожая. Понятно. То есть собрали урожай, положили в амбар, и можно праздновать. Но это, наоборот, они начинают сбор урожая. Поэтому вот. А Роша, все-таки Роша Шарна, и вы что-то упомянули еще раз, я прошу прощения. Голова. Как? Голова. Голова. Вы упомянули, что весной. Весной, да. А что весной? Весной – это было связано с исходом еврейского народа из Египта, то есть эта дата была взята за начало года. И там у нас тоже есть праздник. Это прописывается в Таре или в Библии, как можно по-другому сказать. То есть фаршмагм будет есть еще весной, да? Да хоть каждый день обращайтесь, не вы просто. Вы с вами, март, тоже ведь знаковый месяц? Смотрите, нет, это у народов, которые когда-то были приверженцами огня, значит, там, зороастризма, там, и так далее, и так далее, есть такой праздник, который называется Навруз. Навруз, вот я хотела сказать, что в артипе Навруз. Да, но мы все прекрасно знаем, что у славян в свое время тоже праздновали весной. Ну и там Новый год, и почему Новый год? Я почему и задал вопрос, значит, прошу прощения, может быть, форма вам как бы веселая, понравилась, не понравилась. Но потому что весь мир так-то, в принципе, для себя определяет, что начинается жизнь весной, там, да? Весной. Да, а вот... А в Израиле другой климат. А вот в Израиле другой климат, да. В марте весной в Израиле уже достаточно жарко. 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 Я был в Иерусалиме в январе, вот, ну, в принципе, когда солнышко днем выйдет, в принципе, уже комфортно, так как раз в 15, это в январе. Ну, надо понимать, что в марте уже... Ну, не знаю, все равно в марте купаться не будешь. Я говорю, холодно, там, плюс 20. Да, там прохладно, особенно ночью, я бы сказал, там. Но тут нельзя так ставить вопрос, что какой-то год начинается по счету, нет ведь? Как начинается? Смотрите, христиане исчисляют, мусульмане исчисляют, а у евреев? А состворение мира исчисление? Да. А, и какой год сейчас по-еврейски? Там в конце три семерки, пять тысяч семьсот семьдесят седьмой. Вот сейчас пять тысяч? Наступает, наступает. Так, слушайте, тут тройной праздник тогда у нас. Как у евреев тоже семерка почитается каким-то образом? Ну, это, да, число, которое выделяется в Писании, можно видеть, что оно нагружено смыслами. Слушайте, прямо хочется к вам на курсы Торы походить. Добро пожаловать. А где вы проводите две общины? Вообще нет. Карла Маркса, двадцать один, офис четыреста двадцать четыре. И какие это дни там? Понедельник, четверг. Азиз Алич, вы можете не записывать так уж сразу. Я вам... Можете переслушать потом можете. Или Алла там может вам чуть позже... Понедельник, четверг. Ну, я на всякий случай. Аппаратура запишет. Ничего себе. И соскал вас. Понедельник, четверг. А с часа? С часа. Ничего себе. Ой, нет, с двух. Сейчас он у нас иврит. А с двух... Наступает пять тысяч семьсот семьдесят седьмой год. Какой-то, не знаю, ну... Поклонники нумерологии, наверное, могут сказать, что в этом есть какой-то определенный смысл. Есть определенный смысл? А вот просто... Ну, в трех семерках писание... Нет, просто в Писании вот это число, оно нагружено значением, что это знак совершенства. Семерка – это совершенство. Надо стремиться к совершенству или некая обстановка совершенства? Все, все, наступает. Извините, что так банально оставлю вопрос. Нет, в силу того, что мы несовершенные, совершенных людей нет, то, конечно, стремиться. Если бы кто-то был у нас совершенный, тогда можно было бы не стремиться. Сам праздник, вот ритуал его праздновал. А значение мы не спросили. Может быть, вернемся как бы, да. Ну, это вот с ритуалом и со значением. И значение, оно все увязано, конечно. Ну, тогда хорошо, давайте, рассказывайте. Да, самое основное назначение, вот в Писании четко вторе, это названо праздником труб. И там говорится, что это время... Праздник труб. 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 То есть трубят. Да. Я расскажу, почему трубят, зачем трубят. И это связано с тем, что это время покаяния. Люди обращаются друг к другу, просят друг у друга прощения. Есть специальный обряд разрушения обетов невыполненных. То есть вы что-то где-то пообещали, что-то где-то должны были сделать, не сделали. Или сделали по-другому. Вы должны перед Богом попросить прощения. Каким образом? Надо принять определенную позу или... Нет, нет, тут это не связано с позой, это связано с содержанием. То есть вы обращаетесь к Богу в эти дни, и вы... В произвольной форме в некой? Ну, это... Не нужно что-то заучить на еврей. Форма есть в разных общинах, просто она в разных группах еврейских очень разная. Но там суть такова, что нужно обратиться к Богу и попросить прощения за разрушенные заветы. Или за неправильно данные, нарушенные обещания. И Господь прощает? Да, да. Прощает? Господь милостив, да. То есть можно снова начинать обещать и не выполнять? Так что получается? Но дело в том, что вы же знаете, что ни один человек до конца слова своего он сдержать не в состоянии. В силу того, что мы не контролируем... В силу того, что он несовершенный? Да, и не только в этом смысле, да. Но мы не можем контролировать обстоятельства зачастую. То есть у нас нет такой силы просто. Ой, как вы опасно говорите. Когда обстоятельства сильнее у нас, да? А вы же понимаете, что любой человек внутри себя всегда найдет обстоятельства, не позволившие ему выполнить свои обещания. Ну, это... Каждый пользуется этим, наверное, в меру своей испорченности. Но чем человек честнее, тем сильнее он старается исполнить. Потому что у нас в одной из передач, значит, на вашем месте сидел исламский проповедник, и он сказал, что... Я уже не помню, кто это был, но... Ну, хорошо, мы уже с уважением относимся ко всем нашим гостям, но сейчас мы не будем называть уважением. Да, и он сказал, что прежде чем совершить плохой поступок, ужасный поступок, человек внутри себя его оправдывает. Это оправдывает. И только после этого. Что вы вот думаете по поводу этого? Вот я хочу сказать, что у человека вообще в мышлении, в его очень сильные защитные механизмы, и, конечно, любую гадость, даже поступок, который человек, он где-то глубоко понимает, что это гадость, но внутри себя он всё равно выстраивает некоторые конструкции, которые его оправдывают. Но вот как раз в общении с Богом это необходимо, эти вещи преодолевать и пытаться отбросить вот эти защитные конструкции, обратиться к Богу и посмотреть всё-таки, что я действительно сделал в этом году, например, не так. Не только с обещаниями, да, но вот я немножко опередил события, потому что дальше идёт покаяние вообще за неправильные поступки, все сделанные неправильные поступки, слова, и в том числе и мысли, которые я допускал в этом году. Вот это идёт такое приготовление. Ну, а вот сам ритуал Нового года, который, ну, и традиция Нового года, вот, еврейского, эта традиция, она вот каким-то образом разрушает вот эту конструкцию, ну, как это сказать вам, позволяет надеяться на то, что человек дальше не будет, ну, или максимально не будет, или в максимально возможной мере не будет оправдывать свои будущие гадкие поступки, которые он совершает. Потому что мне порой очень многие вещи, видимо, ввиду моей испорченности, как вы сказали, напоминают покупку индульгенции у Господа, как в своё время у католиков там, да, пришёл... Другое совсем, да. ...взял там и типа покаялся, деньги отдал, взял, значит, эту бумажку, и ты вроде как всё чистый, можно там, при этом ты уже знаешь, что ты на следующий год можешь прийти и снова купить индульгенцию, и всё. А вот я хочу, чтобы вы чётко сказали, что это не так, да? Это не так, абсолютно. В Рошахане там, когда покаяние идёт, когда там... Ашана, да, не так. В Рошахане, извините, пожалуйста. Это не так. И это, конечно, там эти конструкции или, как вы сказали, ритуалы, да, они не помогают делать что-то там лучшее или как-то изменяться в лучшую сторону, но в этом отношении помогают только отношения с Богом. То есть ты входишь в отношения с Богом, отношения с Богом предполагают, что ты попадаешь под влияние Его природы. Если ты развиваешь с Ним отношения, соответственно, твоя человеческая или падшая природа, она преображается в Его природу. И чем больше ты стремишься с Ним общаться, тем сильнее ты имеешь потенциал к изменениям. И чем сильнее вот в это время ты устремлён к Богу в покаянии, что вот я там с искренней совестью я прошу прощения за мои неправильные поступки, за мои грехи, то тогда Господь, Он прощает. И в этом есть твоё личное решение изменяться. Ну а какой-то вот ощущает человек, учитывая, что Рошашана – это всё-таки религиозный Новый год, да? Можно так сказать, да? Он… Нет, он имеет… Сейчас он имеет просто и как бы национальную окраску, национальную такую вот… Часть традиции какой-то. Традиции, да. И, конечно, и библейское содержание там. Вот это немножко не одно и то же. А вот подготовка к этому, всё-таки, если это вот большая, важная часть вот этого вот покаяния, покаяния, да, вот этого праздника, да, если это важная часть, то вот подготовка к этому покаянию, как вы думаете, он вот заставляет людей, если они уже думают о Новом Годе еврейском, да, то каким-то образом приостанавливать… Активность свою, да? Ну, свою активность, скажем, непозитивную, да, негативную активность, да, потому что позитивную активность, наверное, Рошаш, она… Разрешает, да. Она не только разрешает, наверное, поощряет, да? Поощряет, приветствует, да, да, конечно. Приветствует. А вот эту негативную, то есть, наверное, она каким-то образом вот люди, почитающие и соблюдающие традиции, они, наверное, в этот момент уже начинают думать о вот таких высоких вещах, да? Ну, Тара призывает вообще на это время прекратить всякую активность, ну, имеется в виду вот эту вот суету и работу, и как раз идёт сосредоточение на внутренней жизни человека. И вот мы ещё как-то упустили, что это праздник труп, то вот значение… Я прошу вас. Да, русский язык, он имеет одно свойство. У него в конце, значит, согласные буквы оглушаются. Да, да, да. Вот, и поэтому мы должны чётко поделать. Праздник трупа. Трупа, да. Так и буду говорить. Праздник трупа. Почему праздник труп? В это время звучит шафар на протяжении всех дней празднования, это 9 дней. Шафар? Да, шафар. Шафар, он сейчас лежит у Андрея под рукой. Да, это национальный инструмент такой еврейский, но это не просто какой-то национальный инструмент, который используется для развлечения на посиделках, а это был инструмент, который использовался для того, чтобы давать сигналы в значительной мере. Ну вот, можно параллель такой провести, как в римском войске, там была разработана знаковая система, то есть там порядка 30 с лишним сигналов подавалось, и солдаты должны, ну, воины должны были. По разным поводам, да. Да, по разным поводам они имели. И каждый сигнал имел свое значение, воины должны были различать, то есть они знали, что вот в это время надо сниматься там лагерю, в это время делать вот это, выступать в бой и еще что-то. Вот шафар имеет такое же значение, там тоже была своя знаковая система, и может быть вы слышали, что Израиль изначально он двигался станом, то есть это был своего рода такой лагерь тоже. И вот в это время, значит, Бог повелевает всему народу подавать сигнал, очень серьезный, это предупреждение о том, что грядет суд. Вообще этот праздник, он связан еще с судом, со смыслом суда. То есть вера еврейского народа или почитающего иудейского народа, почитающего Тору, да, потому что мы понимаем, что Тору почитают не только евреи, да, наверное, есть люди, которые просто веруют, значит, и читают то, что написано. Да, в том числе в судный день, да? Да-да-да. Дальше вот этот праздник, он заканчивается судным днем, то есть Йом-Кипур следует сразу за Роша-Шана, Йом-Кипур — это судный день. Вот, содержание вот этого праздника, это подготовка к суду. Вот это десятый день, на десятый день после Роша-Шана идет Йом-Кипур. Ага. Там какие требования к кемеровичам? Ну, тут все о себе говорит название, это судный день, то есть ты должен прийти подготовленный к суду. Вот Новый год, он связан с тем, что ты готовишься к суду в это время, то есть ты активно каешься, обращаешься к Богу, приводишь себя в порядок для того, чтобы на суде у тебя было все нормально, чтобы имя твое было вписано в книгу жизни, чтобы за тобой не было нераскаянных грехов, и ты в чистой совести пришел перед Богом. Ну что, я предлагаю послушать звуки шафара, Андрей. Хорошо. Берите в руки, ну, что собой представляет изогнутый бараний рог, да? Бараний, да? Бараний рог, отшлифованный, да, насколько я понимаю. Как это делается? Можете рассказать подробнее? Ну, технологию подготовки, конечно, приготовление я не знаю. Это знают, что баранов взяли. Да, да. Но там сделаны специальные отверстия для того, чтобы он правильно звучал. Этим занимаются специалисты. Но вот мы что можем сделать в Израиле? Купить готовый инструмент. А вот в течение этих девяти дней, как это говорится? Да, каждый день. На протяжении всех этих дней звучит шафар? Специальные обученные люди, собственно? Просто так в нем? Или это любой человек может? Дело в том, что в собрании, в общине, да, были специально обученные люди, которые этим занимались. То есть был специальный человек, который подавал сигнал. И вот, кстати, этот звук, он в параллель с европейскими какими-то правилами или там постановлениями идет. Это как звук набата. То есть это не просто музыка для развлечения. Это как звук набата, призывающий к покаянию. Ну давайте послушаем, да. Хотя бы непродолжительно, но все-таки. И сколько раз надо? А там точно так же, вот опять же, если, ну... То есть определенная продолжительность звука, да? Определенная продолжительность, да. Количество вот этих, да, это все имеет значение. Там есть классификация, то есть там тоже набор своих сигналов, они классифицировались по такому признаку, вот там есть три вида сигналов, это короткие, средние и длинные. И их сочетание, оно должно было обозначать определенные... Определенные значения. Значения, да. Как азбукоморзе так. Да, 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 да. Только звуковое. То есть определенный сигнал. Ну, звук, надо сказать, такой, знаете, вот пронзительный, он прям куда-то туда проникает внутрь. Душит твоя, если тем более продолжительный это все звучит. Ну, вот нужно сказать, что если в собраниях где-то в еврейских вы можете увидеть, там, конечно, шафары не такие маленькие, как у меня, они имеют зачастую много завитков и довольно большие, довольно длинные. И, соответственно, звук, вы понимаете, не такой силы. Мы как-то все на религиозной составляли, да, на духовной сосредоточились. У меня сейчас, знаете, мысль... Ну, ду... Нет, подождите, у меня сейчас мысль возникла на подобного роде передачи. У нас, конечно, в Союз Нерушуме программа не политическая, да, не политическая. Вот в такую бы обстановку надо бы сейчас пригласить, не знаю, политика или чиновника, ну, которому есть определенные претензии. Слушайте, можно мы спокойно о хороших вещах поговорим? Нет, 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 претензии. Пусть политики... Сначала про теорию немножко, там, про покаяние, а потом к нему покайся. В смысле, здесь прямо, да. Им. Да, из шафара. Да, из шафара. Вы знаете, я уверен, что, значит, большинство политиков публично покаятся, а в душе нет, поэтому давайте не будем приглашать... Их трогать, да. Да, политиков... Беспокоить. Да. А, шафар, шафар... У него есть аналог в арабском языке, шафар, да? То есть, это путешествие. Но... А что значит в еврейском языке шафар? Вот, к сожалению, не могу сказать, я не смотрел этимологию этого слова. Может быть, просто. Виноват. Я всегда пристаю с такими вопросами, как филолог. У меня всегда интересна семантика слова. Нет, на самом деле, да, в деталях-то как раз-таки зачастую кровь, да, ответ на вопрос. Просто все знать невозможно. Потому что само слово, значит, путешествие, оно, шафар может иметь массу оттенков. То есть, это что, путешествие куда? Это призыв идти. Ну, по крайней мере, то, что услышал Володя, вот, когда он сказал, это как раз... Я услышал, ну, не знаю, у нас, может, мы разные услышали. Услышали наушников. Пора. То есть, я-то услышал, так сказать, пора. То есть, вот, знаете, вот как Азан зовет мусульман, так сказать. Пора тебе молиться, помолиться Богу и покаяться, и попросить Бога, чтобы Он наставил тебя на путь истинный очередной раз. Пора идти, пора двигаться дальше, не нужно стоять на месте. Да, да, да. Жизнь — это движение, причем движение к совершенству. Да, тему, которую вот вы затронули, это само название нации, евреи, да, евреи, оно связано именно вот с этим понятием, которое вы сейчас назвали. Потому что евреи — это перешедшие. Но это указание на то, что евреи — это путник на Земле. И здесь ты не обустраиваешь все вот так вот окончательно и полностью, что в этом мире ты только временный путник, временно путешествующий, да. Сейчас у нас небольшая реклама, после нее мы поговорим о том, чем угощаются, да, на Новый год, еврейский Новый год, как друг друга поздравляют. Вот эту праздничную, светлую сторону жизни. А я пока мацу поем с форшмаком. Да, пожалуйста, полторы минуты есть. Программа «Союз нерушимый» продолжается. С Новым годом, друзья, еще раз. С Новым годом. Если вы только что подключились, как это звучит. Роша-шана. Роша-шана, еврейский Новый год. Нет, полностью. А, Роша-шана-уметука. Шана-тава-уметука. 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 Ух! И ух! Сладкого Нового года, да. 2 октября еврейский Новый год будет отмечаться. Давайте сейчас поговорим о внешней составляющей. У нас, напомню, на столе и маца у нас есть, и форшмак у нас есть. Я могу форшмак с немецкого перевести? Можно с немецкого перевести? Почему? Или нельзя? Я истинно. Это, скорее всего, с идиша. Идиша содержит очень много немецких слов. Да, вот форшмак, фор, приставка перед, означающая шмак, шмак вкус. То есть предвкушение, предвкусие. И вот какой-то, правильно, нет? В этом направлении мы смотрим? Да, скорее всего. Примерно. Это как у американцев эпитайзер, вот этот, который ставится перед едой на стол. Вот, наверное, такое же значение имеет. Алла, ну давайте вы отвечаете за угощение. Как это готовится? Ну, вот вы сегодня принесли форшмак. Попробовали, очень вкусно, да. Это закуска, да? Это закуска, это не основное блюдо? Нет, это не основное блюдо, это закуска. Как готовится? Берется селедка. Соленое. Селеное. Селеное селедка. Как-то так, да. Соленое селедка, яблоко, лук, яйцо, маца, молоко, виноградный уксус. Это все мелко-мелко-мелко-мелко-мелко. Это все желательно руками. Руками это все. Если вы хотите получить настоящее, хорошее еврейское блюдо, его нужно делать руками. Только руками. Вот как показывает практика. Вымытыми перед этим, естественно. Ну, желательно, да. Желательно, обязательно. Я должен поддержать здесь. Это все очень важно. Я должен поддержать Аллу, потому что если ты хочешь подготовить хорошее и нееврейское блюдо, его тоже надо готовить руками. Руками, согласна, согласна. Но и с душой. Азис Алич, вы уже попробовали, там самый яркий вкус это что? Сейчас я еще попробую и скажу, там самый яркий вкус. Самый яркий вкус селедка все-таки? Селедка или нет? Ну, селедка ощущается, но она как-то по-другому. Она ласковая такая, фошмаке. Она по-другому ощущается, да. Она такая нежная, ласковая. Особо селедку не люблю, а фошмак понравился. Почему именно сельд или может быть любое другое? Нет, только сельд. Только сельд. Ну, вообще рыба на рожь ашана, блюдо из нее, это одни из самых основных. Это самое главное блюдо, да, это рыба. Потому что Иисус был рыбаком. А при чем здесь Иисус? Иисус, конечно, евреем был, но глупыми вопросами. Рыба на рожь ашана, потому что рыба – это символ плодовитости. Ой, Иисус, ну да. Начнем с этого. Потом у рыбы всегда открыты глаза, она все видит, мимо нее ничего не проходит. Вообще на рожь ашана принята. На столе обязательно должна быть и рыбья голова, чтобы… И от нее нужно отщипнуть хотя бы кусочек, чтобы быть во голове, в голове, впереди. Представьте себе, кто-то не только немножко отщипнул, и глаза съел, и уши, и нос. Ну, кстати, значит, очень сильно хочет быть. Вообще, очень хочет стать лидером. Может быть, не только рыбья голова, но и баранья, баранья, баранья. Да, баранья, но как-то почему-то вот чаще рыбья. Ну, так обычно не делают, да? Чтобы все сразу съесть? Ну, чтобы там кто-нибудь сразу глаза съел и сказал «я главный». Ну, может, кто-то делает. Я как-то не наблюдал, правда, таких явлений. Я хочу сказать, что у евреев как-то не кто первый съел глаза, тот главный, а как-то авторитет зарабатывается какими-то поступками, наверное, как у всех людей, собственно говоря, как в любом коллективе. И это важно. Конечно. А про мацу давайте еще вот ее назначили. Ну, вообще мацу ее не на Новый год едят, я просто вам просто принесла. Ну, естественно, можно на хлебушек форшмак там намазывать, на греночку на какую-то. Ну, давайте я мацу унесу с собой, а потом... Вы знаете, это очень интересный продукт. Если останется, привезу, принесу обратно. От момента замеш... Она состоит из воды и муки. Все. Она никогда не портится. Постная, как он у нас говорит. А красиво сделана. Да. И самое интересное, от момента замеса теста до закладывания в духовку должно пройти ровно 18 минут. Иначе она не получится такой. Не знаю почему. Да ладно. Мука... Ну, а если 17 с половиной... Уже, наверное, будет... Или 18 минут и 10 секунд... Не, если больше, это уже точно испорченный продукт. Мука обычная? Наверное, это я не умею. А, не выготовили? Ну, я смотрю, как вы делаете? Звонок звенит, будильник забирает? Я не умею. Я даже боюсь к этому приступать. Потому что эти 18 минут, вот этот отрезок временовек просто пугает. А нам присылают. Из Москвы. Она освящена Берлазаром. Все как положено. Да вы что! Да. Это не просто Мацан. Ну, это квасной хлеб, он там без квасных этих всех добавок. Слово это мы с вами сейчас благословенный хлеб кушаем. Благословенный хлеб кушаем. Да. Обязательно в Новый год. Хала – это, по сути, такая плетеная булка, посыпанная кунжутом, маком. Из белой муки. Из белой хлеба, да. Из белой сдобной муки. Значит, в Новый год она круглая должна быть обязательно. Плетеная, но круглая. Да. Круг такой, плетеная косичка и круг сплетеный. И существует такая традиция на Новый год. Обычно вот на каких-то вот таких ритуальных мероприятиях, ужинах, да, вот пускают по кругу вот эту халу на любом еврейском, будь то шаббат, будь то какой-то праздник, она окунается в соль, каждый отщипывает, окунает в соль, съедает кусочек. На Новый год отщипывает, окунаем в мед и съедаем. Их тоже съедаем. И вот тут пожелание сладкого, сладкого Нового года пожелания. Да, чтобы следующий год был сладким. И на Новый год она еще может содержать изюм. Да, 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 тоже для сладости он должен быть сладким, вообще хорошим. Особенно этот, в котором три семерки. Вот эти ритуалы, вот мне очень нравятся, вот они просто объединяют людей. Ну, смотрите, я вот хочу спросить вас. У нас соседи, друзья, знакомые, там, ну вот я мусульманин, меня вот христиане приглашают на свои праздники, я их тоже приглашаю. Вот мы недавно Курбан-Байрам отвечали, кстати, связаны с именем пророка Ибрахима, Авраама. Очень, значит, тесно это наш общий с вами пророк во всех религиях присутствующий. А вот евреи как-то на свои праздники, вот как-то вот... Я поняла вас уже, я поняла. Нет, нет, у вас это как бы вот как-то запрещено приглашать представителей других религий? Нет, абсолютно. Воскресенье. Воскресенье? Да. А где это будет? А на Карламарсу же, да, повторяем? Нет, нет, нет. В другом месте. А можно я не буду говорить в прямом эфире? А, ну, хорошо. А то все придут. А то все придет. А на всех не хватит. Да. Да. А вот я помню, Вала еще говорит, да, в прошлой нашей встрече, 31 декабря прошлого года, еще тоже символическое блюдо, ну, как блюдо, просто морковь нарезанная, да, кружочками? Да. Очищенная. Это тоже? А что это за блюдо? Ну, это скорее ритуальный такой момент. Сладкая морковь, сырая. Да, она, это аналог денежки, да, насколько я знаю, чтобы он был сладким и богатым в следующий год. Причем не простой вроде денежки, а золотой такой. Ну, и в зависимости от по цвету. То есть вы сначала морковь пробиваете, чтобы она сладкая была, а если она будет не сладкой, то смотрите, Витя. Да? А, ты что, Андрей хотел сказать? Андрей. Нет, просто дело в том, что я вот сейчас не очень помню значение. Это связано с названием моркови на иврите. Гейзер. Гейзер. Как? Гейзер. Гейзер. Да. Или гейзер. Там оно еще имеет просто другое значение. Я вот сейчас просто немножко не помню. Специфически, да? Это связано с названием, а не с... Гейзер. 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 Нет, там это глагол какой-то там. Ну, в общем, все вот эти символические продукты, которые присутствуют на Новом Годе... В общем, очень многое закрыто в языке. Вот язык нужно им владеть. Вот как я это все люблю, вот эти тайны. Вот сегодня, к сожалению, человек, который знает иврит, не смог прийти. Ай-яй-яй. Представляете, как бы нам было сейчас интересно. Знаете, что этот праздник, он связан с тем, что Господь, он принимает решение. В это время формируется судебное решение. Мы говорили, что это праздник, связанный с судом. И вот гейзер, это, по-моему, обозначает приговоры. То есть приговор. И там идет пожелание с поеданием моркови, идет пожелание, чтобы был хороший приговор в отношении тебя во время этого периода, принятия решений. Приговор за прошедший год, который ты прожил. Нет, не только. Ну, это за... За все. За все, да. За всю предыдущую жизнь фактически. То есть каждый год, все новое, как бы появляются новые значения, новые смыслы. И ты каждый год подвергаешься суду за все, что ты сделал. Если есть что-то непрощенное даже в те годы, да. Или невспомненное и непокаянное. Да, да. И что-то ты скрыл даже от себя, чтобы... А может, вспомнил. А может быть, вспомнил, да. Ладно, про кухню немножко прошлись. Подождите, не прошлись. Так у нас времени 3 минуты всего лишь. Еще вот такое самое главное блюдо на Новый год важное. Ну, фаршированная рыбета, понятно? Вот. Которая готовится 6-7 часов на самом деле. Вот. И цимис. Все знают это слово. Цимис? Цимис. Это сладкое блюдо из моркови. Морковь, мед, чернослив, абрикосы сушеные. Это очень вкусно. Это можно есть просто так. Все, переходим с кухни. Не рассказывайте нам больше про кухню. А с мясом. Представляете, как это. О-о-о. Вообще. Песня. Ну, я же сказал, все, мы перестали говорить о кухне. Я замолчала. Я замолчала. А тут только форшмак про неиспетельно рассказывает. Я просто про еду я могу часами говорить. Алиса Алисович, просто вы еще не подошли к началу передачи, а я нашим гостям эту версию высказал. Вот форшмак. Форшмак. Вдумайтесь. Да. Я просто готовился, да, читал информацию. Так вот, есть версия, что селедка под шубой улавливать эмоционально. Это заимствование вот форшмака именно. Форшмак. Как вам такая версия? Шубмак. Шубмак. Нет, нет, на полной серьезе пишут о том, что авторы версии. Я просто хочу сказать, что Господь нас всех создал едиными. Всех. Все человечество. И при этом мы же с вами знаем, что у жителей севера оттенков белого больше 120. Да, да, да. Попробуйте спросить у евреев, сколько у них оттенков белого. Они вам скажут, ну, два, три, ну, четыре, там, золотистый какой-нибудь белый или песочно-белый там, и все. То есть, соответственно, я согласен, пусть форшмак будет еврейским, а шуба будет под селедки. Наоборот. Или шуба будет еврейским, форшмак русским. Да без разницы. Мы все едим одно и то же, что нам Бог послал на этой земле. И что? Подарки. А, подарки. Подарки принято дарить. Подарки принято дарить и не просто друг другу, но вот еще считается, что активно нужно давать милостыню. То есть, помогать нуждающимся людям. Вообще на всех праздниках еврейских. Это характерно этому празднику. То есть, это вот обязательная, как бы, традиция. Именно деньги, именно деньги или вещи, это может быть едой. Потому что, вот, например, на Курбан-Байрам ты обязан просто разделить, как бы, там, минимум на три части. Причем себе можешь оставить только одну треть для праздника, да. Одну треть ты должен друзьям, родственникам, вторую, третью ты должен, ну, третью, третью должен раздать нуждающимся. Да, да, да. Только так. И, а у вас, значит, вот, что нужно отдавать? Как эту милостыню? Ты даешь милостыню, ты можешь давать милостыню, понятно, что в финансовом выражении, это, вот, само собой разумеется, но ты можешь помогать действиями, можешь помогать вещами, кто-то в чем имеет нужду, ты оказываешь помощь. Это вы заранее узнаете, кто в чем имеет нужду или, вот, ну, в данном случае... Это, я думаю, каждый индивидуально. А, индивидуально. Или у вас, например, еврейская община, там, Алла, там, заранее, например, узнает, там, нуждающихся, да, 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 заранее уже есть. Что заранее уже есть, как бы... Список, кому нужно помочь, отдать. Ну, у нас этот список есть постоянно, мы помогаем постоянно, на самом деле. Ну, то есть, можешь сам, но это не обязательно через общину, можешь сам дать, там, можешь там, да. Да, ну, и обычно, когда мы говорим про праздники, такие, буквально остается у нас минутка, дети на особом положении находятся в еврейский Новый год? Может быть, особенного положения нет, но вот евреи, как правило, все-таки очень сильно любят своих детей просто, и все. Вне зависимости. Вне зависимости. От того, не только евреи. От праздников, любой нормальный человек. Вот. Слушайте, какой разговор, у нас еще уже время, я так, время закончилось, но еще хочется массу вопросов обсудить, у меня очень еврейские традиции интересны. Приглашайте. Давайте, да, давайте мы еще как-то на следующих... Мы же нашим бесконечным концерам. Ну, посвятим чему-нибудь, какому-нибудь еще празднику или каким-нибудь там вопросам. 23 октября у нас праздник, например. Какой? Суккот. Суккот? Мы и жили некоторое время в палатках. Вот это празднуется. Ну, а пока с Новым годом. Да. Пока с Новым годом. Еще раз завершаем. Шана, Таваум и Тука. Отлично. С Новым годом. С Новым годом. Да, Алла Новикова, руководитель еврейской общины города Кирова и Андрей Березгин, магистры религиоведения, преподаватель Торы. Или Торы, правильно? Торы. Торы. Торы или Торы. Мы все время говорим Торы. А я вот тоже Торы. Ну, к сожалению, увы. Азиз Сагаев. И Владимир Смитарин. Прощаемся. Всего доброго. До свидания. До свидания. Союз нерушимый.